доброе утро господа трейдеры я вас приветствую на нашем аналитическом вебинаре меня зовут евгений багураев и мы сегодня с вами как всегда составим торговые планы на предстоящую неделю по валютным парам cfd контрактам по золоту разберем bitcoin индекс sp500 и нефть и также мы разберем сегодняшний торговый план который я для вас составлял утром по валютной паре фунт новозеландец сделаем это именно в рамках получения новых знаний то есть мы разберем почему я сделал так почему я сделал так почему я здесь закрыл так и вообще в принципе почему я так торгую для того чтобы вы тоже в будущем могли это делать и в принципе последнее время я очень часто вам показываю свою торговлю в принципе наверное каждый день показываю свою торговлю показываю свои торговые сделки объясняю почему я их открываю для чего я это делаю и в принципе вообще зачем это надо поэтому мы наверное сначала разберем утреннюю торговлю именно утренний торговый план самого начала до самого конца ну а потом уже перейдем к разбору других валютных пар если вы не против если меня слышно то обязательно напишите в чате слышно замечательно отлично итак переходим на мой экран и приступаем к разбору итак утренний торговый план по валютной паре фунт новозеландец вы помните что у нас была идея в принципе одна из основных идей одна из основных точек от которых мы отталкивались это верхняя граница нисходящего ценового канала то есть это было то что называется вкусно то есть у есть общий тренд нисходящий валютная пара находится в диапазоне скользящих ну чуть выше это неважно это в принципе диапазон и самое вкусное это конечно же наличие верхней границы нисходящего ценового канала в который мы в принципе и бились а дальше переходим уже на умную торговлю и что мы здесь видим мы видим что у нас восходящая конструкция вот она эта восходящая конструкция она явно усеченная да это тоже определенный такой довольно большой плюс что она усеченная почему потому что усеченность говорит именно о слабости конструкции то есть мы понимаем что восходящая конструкция слабая но вы знаете что я очень часто отрабатываю матрешку багураева разворотную волновую модель которую в принципе по о которой я даже проводил вебинар, и на самом деле очень часто делаю ранние точки входа, которые, по крайней мере, у меня отрабатываются очень хорошо, и я вам просто это всегда показываю на своей торговле, как это происходит. Итак, что у нас здесь было? У нас внутренняя конструкция, то есть мы помним, что волна С у нас усеченная, то есть она очень-очень слабая, но также если мы разберем эту волну С на подволны, то мы видим, что восходящая внутренняя конструкция также усеченная. Вот я натянул фибосетку на волну А, и, конечно же, о уровне 123.6 и речи быть не может, конечно же, это восходящая конструкция, в том числе усеченная, что, в принципе, неудивительно. Сейчас, кстати, есть вариант, что вынесет мой, так сказать, без убыток, можно даже еще чуть-чуть ниже опустить, чтобы еще больше заработать. Итак, что же я сделал? Давайте, в принципе, разберем полностью всю мою сегодняшнюю торговлю. На самом деле я сделал 6 сделок. Да, я сегодня сделал 6 сделок уже по этой валютной паре. Итак, вначале у нас была вот эта вот восходящая конструкция. Я перешел на меньший таймфрейм, потому что это тоже была усеченка. Вот она была А, Б, С. Просто потом произошло повышение волнового уровня, что бывает, в принципе, довольно часто. И было оно или нет, мы можем говорить только, глядя на историю. Вообще, очень много трейдеров, которые офигенно торгуют на истории. Прям вообще, там смотришь, аж голова начинает кружиться, думаешь, вот это гуру. А вот когда переходит дело к реальной торговле, то тут уже как-то гуру куда-то сдувается, непонятно куда. Ну, к сожалению или к счастью, такое бывает. Ну, такое бывает. Итак, у нас была восходящая усеченная конструкция, по которой, в принципе, я построил наклонный канал, перешел на меньший таймфрейм, для того, чтобы посмотреть, был ли здесь вход. Вот здесь я увидел А, Б, С и вошел в продажу. Плохо вы скажете и правильно скажете. Плохо. Я вошел в продажу, потому что здесь была такая супер-супер ранняя продажа, которая, ну, мягко говоря, она была не очень хорошей, но я рискнул. Я рискнул, конечно же, стоп я поставил за максимум. Давайте открою историю торгов, чтобы не было вопросов. Вот у нас история торгов. Давайте я чуть повыше подниму, чтобы вы видели все сделки, которые я делал. Итак, мы видим, вот она, эта сделка. Я по ней получил убыток, 2 стоп-лосса, ну, потому что я вхожу двойным ордером. Поэтому, соответственно, получил 2 стоп-лосса. В принципе, ничего в этом удивительного нет. Поэтому я здесь получил 2 стоп-лосса, но так как по-прежнему верхняя граница ценового канала сохраняется, усеченка тоже сохраняется, то есть, в принципе, ничего не изменилось, просто произошло повышение волнового уровня этой восходящей конструкции. Соответственно, я перестроил наклонный канал по новой восходящей конструкции, что, как бы, вполне логично, согласитесь. Итак, что же у нас здесь было? А также я построил, да, у нас еще сформировалась еще более внутренняя матрешка, что, то есть, у нас вот эта восходящая конструкция, мы помним, что усеченная, и внутренняя восходящая конструкция, если мы ее разобьем на подволны, то мы увидим здесь волну А, коррекцию В и, соответственно, опять усеченку. То есть, это уже третья матрешка. То есть, у нас было 2 матрешки, у нас была H2, вот эта появилась M15, и еще внутренняя матрешка уровня M2. Соответственно, на завершение этой внутренней матрешки M2 я зашел, опять-таки, ранняя точка входа, как вы помните, здесь я тоже входил ранняя точка входа. Вот она, эта ранняя точка входа, давайте я ее сюда перенесу, и вам ее покажу. Вот она, вниз А, В, С. Здесь был вход, здесь я ее закрыл, эту сделку. Почему? Потому что цель этой ранняей точка входа была просто вернуть то, что я потерял. То есть, вот здесь я по 110 долларов зафиксировал убыток, здесь по 130 долларов я вернул прибыль. То есть, получается, я просто вернул деньги, и все. То есть, как бы вот такая цель. А дальше здесь произошло повышение волнового уровня, и у нас теперь есть волна вниз А, которая пробила наклонный канал этой восходящей усеченной конструкции, после этого коррекция волна Б, и после этого, соответственно, вход на матрешки Багураева. Но вы помните, что я вам уже, в принципе, говорил, и могу повториться, что если мы отрабатываем усеченку, а когда вход происходит на матрешке, это не что иное, как отработка усеченки. Просто той усеченки, которая находится в усеченке, которая находится в усеченке. Ну, и этих усеченок, может быть, еще там 10 штук. И, соответственно, когда мы входим на матрешки, то нам необходимо фиксировать первый тейк профит на размере 1 к 1. Вот она эта сделка, вот она эта продажа. 0.77 лот получился за счет стоп-лосса, то есть здесь был стоп-лосс. Соответственно, стоп-лосс, ну, давайте мы просто поднимем сюда и посмотрим, сколько это примерно. Вот примерно это получается 82 доллара. Вот я поставил 82 доллара, и мы видим, что 95 долларов я зафиксировал прибыль. То есть, что я сделал? Я зафиксировал прибыль 1 к 1. Это вот по вот этой сделке, то есть вниз волна А, В, С. Соответственно, я зафиксировал прибыль, равной убытку, которым я готов был рисковать. И после этого еще и передвинул стоп-лосс. Ну, почему передвинул? Мне так захотелось. Что теперь произойдет дальше? Дальше цена может пойти вниз в рамках нисходящего ценового канала, который мы с вами на уменьшенном таймфрейме H1 увидели. И тогда я получу Take Profit H вот здесь. Вот это та самая первая цель, которую я ставил по большому торговому плану, который я для вас сделал. Это будет прибыль 1080 долларов. Ну, то есть, опять-таки, по отношению именно конкретно, давайте мы не будем смотреть на цифры, а будем смотреть на риск. То есть, риск изначально был 80. А будет прибыль, если будет 1080. То есть, мы понимаем, что соотношение очень хорошее. То есть, соотношение очень выгодное. Почему я, в принципе, отрабатываю матрешки? Да, бывают какие-то ситуации, ну, у меня бывают редко. Потому что я веду сделку до конца. То есть, я не отказываюсь. Если я получил убыток, то это не говорится о том, что мне нужно выключить компьютер. То есть, это говорится о том, что нужно продолжать вести сделку. И если будет очередной вход, то нужно его просто отрабатывать. Ну, во всяком случае, я так работаю. За свои сделки я отвечаю. И я за них несу ответственность. Это мои сделки. Это я торгую своими деньгами. Поэтому, соответственно, ответственность моя личная. Итак, что здесь было? Здесь была точка входа на продажу. Первый take profit 95 долларов я уже зафиксировал. Теперь, или мы развернемся, и я получу по второй сделке минус 18 долларов. При том, что я заработал больше. Или мы пойдем вниз, и я получу 1080 долларов. Чему это я все рассказываю? Потому что мы должны брать соотношение. И когда мы входим в рынок, мы должны понимать, что мы можем заработать больше, чем мы рискуем. Тогда мы будем торговать прибыльно. А когда мы просто увидели какую-то свечку. Или очень часто такое бывает, что я показываю свои торговые какие-то сделки. И показываю уже открытые позиции. И некоторые люди думают, что раз у Евгения Багураева открыта сделка, значит ее тоже нужно открыть. Но то, что Евгений Багураев открыл ее еще 30 пунктов назад и уже зафиксировал первый take profit, никто это не учитывает. Вот, например, здесь сейчас, вот прямо сейчас, я бы не стал открывать сделку на продажу. По той причине, что вход был выше и уже был зафиксирован первый take profit. То есть, я работаю потенциалом. Потенциалом часто отрабатываю матрешки Багураева. И, кстати, этому учу на курсе умная торговля. И, мало того, я решил раннюю группу запустить. Очень раннюю. И, если вдруг кто-то хочет начать обучение с пятницы, то есть с этой пятницы, то со мной связывайтесь максимум, самый максимум два человека возьму. Вообще, лучше одного человека. Это на эту пятницу. То есть, чтобы начать обучение с этой пятницы. Вот прямо с этой пятницы. Поэтому, если вдруг есть желание научиться торговать, так как я вам, в принципе, показываю каждый день свои сделки, то звоните, пишите. Есть такой шанс. Есть такой шанс начать прямо с пятницы. Итак, здесь мы разобрали. В принципе, это была опять ранняя точка входа. В принципе, я часто отрабатываю ранние точки входа. Потому что, главная наша задача найти что-то вкусное. А здесь, я думаю, ни у кого не может быть сомнений, что это вкусное. Посмотрите, вот. Это разве не вкусно? Смотрите, мы здесь били, здесь били, здесь били и здесь ударились. Это разве не вкусно? И общий тренд нисходящий. После этого взял, просто склонировал эту линию сюда. Я вам уже говорил на вебинаре по ценовым каналам, что сужающихся или расширяющихся ценовых каналов не бывает. Если кто-то так говорит, то он просто пытается вам на истории что-то нарисовать. Я уже сказал, что, к сожалению или к счастью, очень много трейдеров, которые офигенно торгуют на истории. То есть показывают, вот здесь нужно было продать, вот здесь поставить ордер на продажу, а вот здесь нужно было зафиксировать take profit. Вот здесь вы бы заработали очень много денег. Прям шайтан, как много денег. Но это все на истории, понимаете? А торгуем мы в реальности, торгуем мы онлайн. Онлайн, поэтому нам нужно принимать решения именно онлайн. То есть мы должны торговать здесь и сейчас. Вымпел это не канал. Ценовой канал бывает только параллельный. Других ценовых каналов не существует. Только параллельный. То есть просто берете эту линию, вот вы построили, вам кажется, что это хороший ценовой канал. Выделили ее, зажали контр на клавиатуре и потянули, склонировали ее. Вот смотрите, даже вот внутренняя граница, она тоже хорошо отрабатывалась. Смотрите, зеркальный уровень, здесь поддержка, 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 сопротивление, сопротивление. Здесь опять сопротивление, сопротивление. То есть это уже мы знаем, где у нас внутренняя граница. То есть они бывают только параллельные. Берете, выделяете, зажимаете контр и тянете. То есть, именно такой наклон, вот это будет идеальный. Если вы посмотрите, то вот он, этот наклон, вот он. Вот она, эта нижняя граница. Видите, она такая же, как и здесь. Почему? Потому что ценовых каналов, сужающихся, расширяющихся, не бывает. Это просто вам пытаются на истории рассказать, чтобы вы просто там денег дали в управление кому-то, что показывают, вот здесь вот, видишь, вот здесь вот надо было входить, а здесь выходить, и все. И все такие варежку открыли, а, блин, это же так легко. Ого, и в итоге, блин, кто как хочет, то так и рисует. Говорит, вот это, вот такой вот здесь канал. И начинает просто такую херню рисовать, что просто стыдно становится за технический анализ. Что его просто, его оскверняют. Вот, в принципе, торговая идея, которую я сегодня отработал. Отработал, я уже сказал, как всегда, раньше. Ну, тут уже торговля идет на малых таймфреймах, поэтому идею я дал, вкусное я показал. Дальше уже дело за вами, дальше уже кто-то, может быть, из моих учеников, наверняка, кто-то из моих учеников, ровно такую же точку входа, как у меня отработал. Ну, потому что она будет такой же, а какой она еще может быть? Итак, приступаем к разбору индекса доллара. Что мы здесь видим? А мы видим, что у нас здесь уровень поддержки 96.33. Вот Андрей отработал, видите? Уровень 96.33 сдержал продавцов. О чем это говорит? О том, что мы можем пройти вверх. Но, на что стоит обращать внимание? На верхнюю границу нисходящего ценового канала, потому что она есть, и никто ее не отменял. То есть, мы видим, что у нас здесь был уровень зеркальный. Сопротивление, сопротивление, сопротивление. Поддержка, 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 поддержка. Я думаю, сомнений в этой трендовой линии нет ни у кого. Просто я ее сюда склонировал, и у нас получилась вот такая вот штуковина, которая называется ценовой канал. Может просто произойти такое движение. Сейчас мы ударимся о ценовой канал. Соответственно, сделаем ретест вот этого уровня. И пойдем вниз. И очень даже такое может быть, потому что пока цена не закрепится выше ценового канала. И не сделает то же самое, что было здесь. Вот смотрите, мы просто перемещаемся правее. Сейчас мысленно перемещаемся правее. Мы видим, что у нас здесь было пробитие границы ценового канала. То есть, здесь было отлично. Вот сопротивление, сопротивление, сопротивление. Смотрим здесь сопротивление, сопротивление. То же самое. Соответственно, нам нужно пробить, сделать ретест. Ретест. То есть, пробить и сделать ретест ценового канала. тогда мы будем говорить уже о дальнейшем росте в диапазон уровня сопротивления 97.32 и 97.65. Пока верхняя граница ценового канала и говорить, что я ее не вижу, я не могу, потому что я ее вижу и вы ее тоже видите. Не, ну если мы закроем глаза, то мы ее, конечно, не увидим. И, соответственно, закрепление цены ниже 96.39 даст возможность для снижения в диапазон 95.86. Валютная пара евро-доллар, кстати, мы видим, что у нас формируется молот, может быть он будет и может быть продолжится восходящее движение. Я не отказываюсь от восходящего движения, поэтому я поставил по фунту новозеландцу сделку сейчас маленький-маленький минус, потому что я понимаю, что может быть еще рано, может быть еще нужно получить одну усеченку и я потом опять перезайду, опять заработаю, ничего страшного. Как бы я ничего плохого в этом не вижу, ну а пойдем вниз, тогда сразу заработаю. Тоже хорошо. Меня все устраивает. Итак, мы видим, что восходящая конструкция завершилась, это факт. Восходящая конструкция завершилась пробитием наклонного канала. Также мы знаем, что вверх мы не пробили уровень 88.2 по Фибоначчи. Вот он этот уровень. Явно его не пробили. То есть мы можем предположить, что это восходящее движение, это волна B. Что здесь плохо для того, чтобы рассматривать продажи? Явно тренд. Мы видим, что цена находится в восходящем тренде и это, к сожалению, очевидно. Поэтому продажи уменьшенным риском на формировании нисходящей конструкции. Давайте перейдем на меньший таймфрейм для того, чтобы разобрать эту ситуацию, потому что я боюсь, что она будет не самой лучшей. Да, я оказался прав, она не самая лучшая. Почему? Потому что это волна А и это волна Б, а вниз, соответственно, волна С. То есть если мы построим наклонный канал, то он будет крайне неинтересен. Согласны, да? То есть отрабатывать такой наклонный канал, это глупо. Ну то есть, представляете, нам нужно дождаться эту волну А, эту коррекцию волну Б и потом купить, а здесь на ловушке закрыться. Смешно. То есть это будет размер спреда как раз. Поэтому смысла в этом нет никакого. И пивот здесь плохой. Вот в чем дело. Поэтому давайте торговать, значит, ее по тренду. Ну раз она нам не дает возможность войти против тренда, значит, так оно надо. Конкретно по этой валютной паре. Переходим на таймфрейм H1. Спускаемся в диапазон скользящих средних. И от диапазона скользящих средних рассматриваем покупку по текущему восходящему тренду на формировании восходящей конструкции. Волной А пробили наклонный канал нисходящей конструкции, которая будет. Или фрактальная точка входа. То есть волной А оказались выше 135 экспоненциальной скользящей средней. После этого получили коррекцию, которая нам дает сигнальный фрактал. И после этого на пробитии фрактала старта, который у нас здесь будет, покупка. То есть покупка на формировании восходящей конструкции, она же будет фрактальная покупка. И по текущему восходящему тренду. То есть сейчас мы рассматриваем покупки, а продажи тогда уже будем рассматривать на перевороте. Вот так. А сейчас продажи не рассматриваю по той причине, что мы уже находимся в нисходящей волновой конструкции, которая крайне неудобная по построению наклонного канала. То есть она невыгодная просто. Понимаете в чем дело? Я никогда не торгую то, что невыгодно. Я понимаю, что многим хочется открывать очень много сделок. И чем больше, тем лучше. Но я торгую только то, что выгодно. Если это невыгодно, я это просто не буду торговать. Мне все равно. У меня не горит, что прям срочно нужно открыть сделку. Восходящую конструкцию получили. И на формировании нисходящей конструкции, которая завершит восходящую, мы будем продавать. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б. И продажи на формировании нисходящей волновой конструкции. Обязательно на минимуме. На минимуме восходящей конструкции. То есть вот здесь вот внизу фиксация 1-2 прибыли, перевод сделки без убыток. Дальше уже можно будет ориентироваться, в принципе, доплоть вот отличный уровень. Даже можно будет так. Если будет разворот, я думаю, что он уже будет такой не слабый. 1.11.93 это конечная цель для продажи. Валютная пара фунт-доллар отбились от уровня сопротивления. В принципе, тройная вершина. У нас получилось. В принципе, неплохо. Итак, что нам надо для того, чтобы продать? Опять-таки, обратите внимание, что продажи будут против тренда. Вот у нас пересечение скользящих, скользящие направлены вверх. Это говорит о наличии восходящего тренда. И это факт, который не оспорить. Кстати, здесь тоже был вход по матрешке. А кто? Кстати, из моих учеников кто-то фунта отрабатывал. Вот смотрите. А, Б, С усеченная. Если построить наклонный канал, то вот вниз мы пробили А, Б, С. И, соответственно, эта конструкция тоже усеченная. То есть, вот она одна усеченка, и вот она внутренняя усеченка. И, соответственно, если на М1 перейти, то мы не пробили вверх уровень 88,2 по Фибоначчи. Также у нас образовался очень крутой уровень. Вот я натянул Фибосетку. Мы видим, что 88,2 не пробит, а значит вниз это волна А. Вверх коррекция волна Б. Просто я не могу все отработать. Я отрабатываю только то, что я могу. И опять-таки, риски тоже сильно загружать депозит нельзя. И вниз волна С. То есть, соответственно, здесь была продажа. Все-таки матрешка. То есть, это все матрешка. Стоп-лосс 16 пунктов вниз прошли уже 38. То есть, один к одному вы бы уже закрыли, сидели бы в безубытке, пили кофе. И рисков было бы у вас 0,1. Ну, потому что вы бы уже закрыли. В принципе, чем матрешка хороша? Тем, что она дает возможность ранние точки входа при определении слабости тренда. То есть, мы за счет матрешки определяем слабость тренда и выгодную точку входа. И все. То есть, как бы, ну и естественно, вход строго по торговой системе, умная торговля и все. Но сейчас уже поздно. Сейчас мы уже находимся в нисходящей волновой конструкции. Она уже огромная волна С. Гигантская волна С просто. И она все становится больше и больше. Поэтому сейчас, конечно же, в продажу входить нельзя. Поэтому, для того, чтобы продавать, необходимо завершить всю эту восходящую конструкцию пробитием наклонного канала. После этого получить коррекцию волну B. И только после этого на пробитии минимума продажи. Вот такая продажа. А покупка на перевороте. Опять-таки, переворот, он еще и даст возможность спуститься цене в диапазон скользящих средних. И это очень хорошо. Построили наклонный канал по нисходящей конструкции, на которой вошли в рынок. И на формировании восходящей конструкции у диапазона скользящих как раз и будет покупка по восходящему тренду, о котором говорят именно скользящие. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну B. И покупка на формировании восходящей конструкции. Вот такая получается у нас покупка на перевороте. Кстати, по переворотам я тоже проводил вебинар. Вообще, я очень много провел разных вебинаров. Итак, валютная пара, американский доллар, канадец. Что тут у нас интересного? А тут, кстати, мы идем на ретест. Верхняя граница нисходящего ценового канала пробита. Вниз здесь мы не пробили уровень 88,2 от этого восходящего движения. Соответственно, мы можем предположить, что это волна А, вниз коррекция волна Б, А, Ц, Б, Ц, Ц, Ц. А значит, мы можем рассмотреть покупки выше 1,3630. На формировании восходящей волновой конструкции. То есть, мы предполагаем, что это волна А, Ц, А в волне Ц. Вниз коррекция волна Б, Ц и вверх волна Ц, Ц. Такая покупка несложная, в принципе, вполне нормальная. То, что она будет против тренда, но здесь тоже трендом сильно не назовешь. Видите, у нас уже скользящие стали горизонтальные. Поэтому говорить прям, что этот тренд нисходящий, наверное, уже неправильно. И опять-таки, мы видим, что у нас граница ценового канала пробита. То есть, у нас верхняя граница нисходящего ценового канала пробита. Это как бы факт. Так, здесь мы покупку разобрали. А продажа на перевороте будет очень даже неплохая продажа, если вдруг понадобится переворачиваться. Конечно, никогда не хочется переворачиваться по той причине, что хочется открыть сделку и забыть. Это нормально, потому что, ну, зачем нужно переворачиваться, когда хочется сразу получить профит. Но ведь рынок делает то, что он хочет, а не то, что мы хотим, правильно? Поэтому приходится переворачиваться. Построили наклонный канал по восходящей конструкции, которая будет, если такая будет. И, соответственно, на формировании нисходящей конструкции волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б. И продали на формировании нисходящей волновой конструкции. Такая точка входа будет на откате Б. В таком случае мы предполагаем, что это вниз А, вверх Б, А, С, Б, Ц, Ц, Ц. Обязательно на уровне поддержки 1.34.92 фиксация 1.2 прибыли, перевод сделки без убыток. А дальше натянули фибосетку на волну А и уровень 138.2 по фибоначчи поставили в профит. Это вторая цель. Валютная пара австралийский доллар, американский доллар. Что у нас здесь есть? А у нас здесь есть плэт. И, опять-таки, уровень 88.2 не пробили, что, кстати, очень жаль. Потому что, честно, хотелось бы, чтобы он был пробит, но, к сожалению, он этого пока не хочет. Какие у вас скользящие? Я использую 135-ю, 365-ю, экспоненциальные скользящие средние для таймфреймов H1 и M30. Ну, M30 я, честно, торгую редко, но на M30 можно оставить их же. Вообще, это для таймфрейма H1. И 5-ю и 22-ю экспоненциальные скользящие средние для таймфрейма D1. Так, что же нам делать с австралийским долларом? Давайте решать, потому что тут все не так гладко, как кажется. Усеченку можно отработать, кстати. Как вариант. Давайте отработаем усеченку, если что, перевернемся. Понимаю, что против тренда, но... Да, против тренда. А ведь реально против тренда. А на H4 что у нас интересного? Ну, если вот на H4 смотреть, кстати, это верхняя граница флета. Поэтому, может быть, даже отработается. Не сказать, что очень хорошая сделка, но вот за счет того, что здесь все-таки флэт, может быть, отработается. Но мне не нравится, что по H1 скользящий направленный вверх, и это явный минус. Но восходящая вот эта конструкция, она усеченная A, B, C. И переходим на... Даже вот так вот можно сделать. Давайте мы замерим вот эту конструкцию. Вот она, A, B, C. Натягиваем фибосетку на волну A от вершины к основанию. И мы видим, что уровень 123,6 не пробит у основной конструкции. То есть мы можем предположить, что основная конструкция усеченная. Правильно? Правильно. Предположили. Ну, она же пока на данный момент и правда усеченная. И внутренняя конструкция. Разбиваем ее на подволны. Вот она, волна A. Вниз коррекция B. И вверх волна C. На волну A натягиваю фибосетку. И мы видим, что внутренняя конструкция тоже усеченная. То есть это не что иное, как матрешка. Ну, давайте ее и отрабатывать. Раз она есть, давайте ее и отрабатывать. Соответственно, вниз можем предположить, что это волна A. Вверх коррекция волна B. И вниз волна C. Точка входа получается при усеченке против тренда. Да, против тренда. Ну, по H1 тренд восходящий. Ну, вот можно попробовать. А, B, C продажа ниже 0,6922. Продажа ниже 0,6922. Когда покупать? Покупать на перевороте. Упали вниз. И можно отработать, кстати, будет и фрактальную точку входа. То есть пробили 135-ю экспоненциальную скользящую среднюю. Получили коррекцию и купили. То есть самая простая фрактальная точка входа. На переворот. То есть, опять-таки, если мы покупаем, то мы закрываем продажу. Открываем покупку. Потому что перевернуться означает закрыть текущую сделку. И открыть противоположную на противоположном сигнале. Что мы с вами и должны будем сделать. Новозеландский доллар против американского доллара. Здесь у нас явный уровень сопротивления. И пока он оказывается не под силу покупателям. И мы это с вами видим. То есть сложное пробитие было. Дальше ничего не было. Поэтому давайте перейдем на меньший таймфрейм. И будем искать точку входа. Да вот она, в принципе, уже скоро будет даже. Вот она восходящая конструкция внутренняя. Кстати, она тоже усеченная. Вверх пробили ли мы уровень 88,2. Сейчас, в принципе, это самое главное, что нам нужно узнать. Оттягиваем кипосетку. Не пробили уровень 88,2. Значит, мы можем отработать усеченку. Опять-таки, учитываем, что это продажа против тренда. Видите, у нас скользящие куда смотрят? Они смотрят вверх. О чем это говорит? О том, что тренд восходящий. Правильно? Ну, я думаю, нет сомнений, что это факт. Поэтому, если мы рассматриваем продажи против тренда, то мы входим уменьшенным риском. Если вы торгуете 3%, входите 1%. То есть нужно уменьшать риски, потому что вы торгуете против тренда. Понятное дело, что против тренда можно заработать больше, потому что если это разворот, то можно там очень круто на этом заработать. И это, в принципе, все очень приятно. Но факт остается фактом. Сделка против тренда. Давайте мы не будем отрицать очевидного. Итак, продажа ниже 0.6545, но сделка против тренда, поэтому кто-то ее будет отрабатывать, кто-то ее пропустит. А если пропустит, то, соответственно, диапазон скользящих, покупка на формирование восходящей конструкции очень даже может быть. Вот диапазон скользящих. То есть, когда у нас будет потенциал для того, чтобы пойти вверх, тогда мы будем покупать на формировании восходящей конструкции. Нет потенциала. Зачем нам покупать? Для чего? Что нам это даст? Ничего. Правильно? Поэтому, от диапазона скользящих. Валютная пара доллар-иена. Хорошо пошли вверх. Резвенько так. Идем в диапазон скользящих. Но скользящие у нас уже говорят о нисходящем движении. Вообще здесь флэт на самом деле. Здесь у нас, видите, было нисходящее движение. Потом некоторое время нам скользящие говорили о восходящем движении. И опять нисходящее движение. То есть, по факту здесь флэт. И мы это с вами отчетливо видим. Но вот по общей конструкции она, кстати, смотрит вниз. Итак, что нам надо для того, чтобы продать? Сначала мы рассмотрим именно продажи. Для того, чтобы продать, нам нужно подняться в диапазон скользящих. На формировании нисходящей конструкции уже будем продавать волной А. Пробиваем наклонный или наклонный канал. Здесь наклонный канал, кстати, будет не очень выгодный. Но если будет флэт, то мы, в принципе, и наклонный канал пробьем. Здесь есть вариант рассмотреть пробитие пивота 2. Для того, чтобы рассмотреть пробитие пивота 2, нам нужно будет восходящее движение разбить на подволны. То есть вот сейчас, давайте мы разберем то, что сейчас, и сейчас у нас просто какое-то такое безоткатное движение тут вообще идет. Вот, если у нас будет какое-то вот такое движение, я думаю, откат какой-нибудь все равно обязательно будет более-менее нормальный. Например, вот так и вот так. Тогда будет у нас вот эта восходящая внутренняя конструкция, вот такая волна А, коррекция В и волна С. Соответственно, в таком случае мы на основании волны С строим горизонтальную линию вправо, не горизонтальную линию, а наклонную линию, трендовую линию вправо, делаем ее горизонтальной. Просто если вы уровни понакидаете, вы запутаетесь, откуда вы их строили. Вы не будете помнить, что вы именно отсюда строили, и потом не поймете, что это такое. Это и будет пиво 2 волны С. И, соответственно, можно будет продать на пробитие пивота. Ну, в принципе, пивот, наверное, будет примерно то же самое показывать, поэтому можно и наклонный канал построить. Примерно получится то же самое. Итак, вот он наш наклонный канал по текущей восходящей конструкции. Это вот конкретно то, что сейчас у нас есть. И вот у нас пивот. Но это не пивот, это я придумал. То есть мы же можем подняться еще выше, получить коррекцию, и пивот будет выгодный. То есть мы не знаем, где будет находиться пивот до тех пор, пока он не сформировался. То есть может быть пивот у нас и здесь. Если он будет здесь, тогда нам нужно будет волной А пробить пивот, получить коррекцию волну Б и продать по текущему нисходящему тренду. Вот так. Ну или если вы не хотите пивот строить, то просто ориентируйтесь по наклонному каналу. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б и продали на формировании нисходящей конструкции. То есть можно и так. В принципе не проблема. Но сначала мы рассматриваем именно продажи, а покупки на перевороте. Построили наклонный канал по той нисходящей конструкции, которая будет. И на формировании восходящей конструкции покупаем. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б и покупка на формировании восходящей конструкции. То есть на перевороте. Золото, как мы и ожидали, пошло вверх. В принципе, ничего удивительного я в этом и не вижу. Мы об этом с вами говорили, что золото пойдет вверх. И на прошлой неделе, и на позапрошлой неделе. И постоянно мы с вами об этом говорим, что золото пойдет вверх. Именно поэтому мы ждем коррекцию. И на завершении коррекции мы входим в покупку. Ничего не меняется. Все так и остается. Ждем коррекцию в диапазон скользящих. И от диапазона скользящих на формирование восходящей конструкции мы будем покупать. Но нам же нужно покупать по выгодной цене, правильно? Мы же не покупаем по невыгодной цене. Мы покупаем именно по выгодным ценам. Вот она, это выгодная цена покупки. Продажи по золоту я сейчас не рассматриваю. Все коррекции, которые появляются, я рассматриваю как возможность для того, чтобы купить. А не для того, чтобы продать. Apple пошел вверх. Мы-то это знали, в принципе. Помните этот торговый план мы с вами отрабатывали? Покупка была выше 362. Сейчас 383. Ну в процентном соотношении это на самом деле очень много. Сейчас дорого. Это очевидно. Дорого. Поэтому получим коррекцию. Вот она, эта коррекция. То есть вот этот торговый план переносим вот сюда. То есть берем вот эту картинку, переносим сюда. Получаем нисходящую трехполновку. На завершении нисходящей трехполновки формирования восходящей мы будем покупать. Вот такой простой торговый план. Facebook. Опять-таки мы с вами строили торговый план. И я даже его скидывал. И в рассылке он был. Выше 220.70 мы покупали. Сейчас он стоит 245. Как бы это чуть-чуть больше, чем 220. Но в процентном соотношении это тоже хорошо. Поэтому сейчас дорого. У нас здесь явный уровень сопротивления. Упадем вниз. Спустимся вниз. Построим нисходящую конструкцию, которая будет. И на завершении нисходящей конструкции будем покупать. Получили нисходящее движение. Построили по нисходящему движению наклонный канал. И на формировании восходящей конструкции покупаем. Волны А пробили наклонный канал. Получили коррекцию волну Б. И покупка на формировании восходящей конструкции. То есть по выгодным ценам. Покупка по выгодным ценам. Сберегательный банк сегодня открылся даже с небольшим гэпом вверх. Но сейчас мы видим, что цена снижается. И в принципе это возможно такое будет. Потому что должна быть коррекция. Все-таки я ожидаю, что мы можем увидеть коррекцию. И вот кстати на этих коррекциях будем с вами закупаться. Коррекция вероятно в диапазон 202.70. Соответственно если такое будет. То нисходящее движение опять-таки разбиваем на подволны. Вот я просто переношу то, что рисовал. И на завершении нисходящего движения, на формировании восходящего движения. Мы будем уже покупать по выгодным ценам. По выгодным ценам. Нас интересуют выгодные цены. Дорого нас не интересуют. Дорого мы не покупаем. Аэрофлот тоже открылся на удивление с гэпом вверх. Даже выше уровня. Ну с аэрофлотом я говорил. Аэрофлот это сейчас очень сложная бумага. И понятно, что дивидендов то не будет. Это однозначно. Какие дивиденды по аэрофлоту. Вообще в принципе все авиаперевозчики дивиденды не платят. В этом году. И это вполне нормально. Вполне объяснимо. Поэтому сложно что-то комментировать по аэрофлоту. С одной стороны в долгосрок конечно можно. В долгосрок. А с другой стороны очень рискованно. Потому что аэрофлот явная компания с огромными долгами. Которая сейчас не зарабатывает деньги. Как и любой другой перевозчик. Авиаперевозчик. Поэтому по аэрофлоту что-то комментировать сложно. Не буду. Аэрофлот комментировать не буду. Магнит идет вверх. Хочу удивляться. Я вас предупреждал об этом еще очень давно. Что он будет идти вверх. И он идет вверх. Сейчас дорого. Вот у нас был торговый план. Нам нужно было спуститься вниз. Потом уже покупать. Мы не спустились вниз. Как мы рисовали. Соответственно торговый план сохраняется. Нужно спуститься вниз. А потом уже покупать. Только так. Нефть марки Brent. Вот в принципе у нас есть уровень 42.71. Сейчас цена закрепилась ниже данного. уровня. И даже сделала небольшой ретест этого уровня. Поэтому пока ожидается снижение в диапазоне нижней границы скользящих средних. То есть куда-то примерно вот у нас отличный уровень. Зеркальный уровень. 41.58 это ближайшая цель для нисходящего движения. И кстати вот от этого уровня где-то и можно будет искать покупки. Я не хочу продавать нефть. Я не хочу продавать. Потому что я все-таки думаю, что коронавирус прекратится. И нефть будет расти. Но сейчас покупать дорого. Поэтому вот от этого уровня я уже буду искать на формировании восходящей конструкции покупку. Андрей сегодня сделал 8% к депозиту. Молодец Андрей. А что отрабатывал? Какие валюты? Фунт новозеландец на матрешке? Да я знаю, что мой ученик. Ну то смотрите. Дело в том, что вот кто-то у меня... А, фунт-доллар отлично, красавец. Просто 5 с плюсом. Там правда была отличная матрешка. Просто пальчики оближешь. Но я ее, честно, даже не видел. Я ее вот сейчас, когда с вами разбирал фунта, я ее только сейчас увидел. Потому что невозможно видеть все валютные пары. Потому что ты отрабатываешь если одну, то ты в принципе за ней следишь. Ты должен ее качественно отработать. А сразу видеть, не знаю, 40 валютных пар. Ну я же не муха, правильно? Поэтому... А, ну в скайпе писал, да, кстати. Да, в скайпе писал. Ну блин, я понимаю. Но я опять-таки не могу все отработать. Все это много просто. Все это очень много. Поэтому я отрабатывал свою валютную пару. Да я вообще в принципе люблю свои отрабатывать. Конечно, иногда ваши торговые планы отрабатываю. Чего греха таить. Но это когда мне лень свои какие-то искать. А вообще как бы стараюсь, конечно, свои отрабатывать. Итак, покупка. Покупка от уровня 4157 на формирование восходящей конструкции. Индекс SP500. В принципе, мы понимаем, что он сейчас корректируется. Так же, как и корректируется фондовый рынок. Я думаю, что эта корректировка как раз и будет диапазон скользящих. Поэтому такой же торговый план, как и по нефти. Спускаемся вниз. По нисходящему движению, которое будет. Ну вот в принципе у нас здесь был такой торговый план. Мы его перемещаем правее. Потому что эта корректировка сейчас, коррекция, она прям нужна. Эта коррекция, она прям вот необходима. Необходима для того, чтобы можно было дальше идти вверх. Вот без нее, честно, уже тяжело. Спустились вниз на формирование восходящей конструкции, которая завершит нисходящую конструкцию. Мы с вами, конечно же, будем покупать. Так как фондовый рынок должен восстанавливаться. Теоретически, да? Так, здесь разобрались. И биток. Что у нас по битку? Флэт. Ничего интересного по битку у нас нет. Вы знаете, как вариант, вот у нас отличный уровень поддержки. 9, 151, 50. Вот можно ниже этого уровня продать. Тогда у нас будет вот такая точка входа. Вниз волна А. Ну или здесь, или здесь, в принципе, неважно. Верх коррекция волна В. И вниз волна С. А если мы вот так вот уменьшим, то у нас получится, что вот эта волна А. Ну тоже она или здесь, или здесь. Нужно замерять. В принципе, это тоже не принципиально, потому что по битку вот эти тени, это вообще как за здрасте. Верх коррекция волна В. Ну а вниз, соответственно, АС, В, Ц, Ц, Ц. И если мы рассматриваем такую продажу, то обязательно, вот смотрите, опять-таки не здесь, не на минимуме. Потому что я же говорю, по битку вот эти вот выносы, это такое, знаете, как так и надо. Оно происходит, поэтому мы их не должны учитывать. Вот первая цель 8,928. Это не мой номер телефона. Это 8,928 долларов. Это первая цель. Зафиксировали, перевели в безубыток, а дальше уже смотрим по ситуации. А у меня на этом все. Если у вас есть вопросы, то я на них с удовольствием отвечу. Если нет вопросов, то давайте приступать к торговле. Зигзаг не подойдет для построения волн. Дело в том, что волновая конструкция имеет правила. И эти правила, они рассчитываются именно за счет числовой последовательности Фибоначчи. То есть смысл в том, что зигзаг, он рисует просто любые импульсы коррекции, которые он видит. И это никак не будет волновой конструкцией. Поэтому зигзаг категорически не подходит для построения волн. Зигзаг скорее показывает фракталы. То есть он просто соединяет фракталы и все. То есть вот это делает зигзаг. Просто фрактал не рисует наклонные линии. А просто рисует какие-то точечки, верхушки и низушки. А зигзаг не рисует такие штуковины, а рисует линии. И все. То есть по факту именно так. Самые удачные дни недели. Не знаю, не смотрел. В принципе. Все удачные. Все удачные, когда у меня есть время на то, чтобы вести сделки. И когда хорошее настроение. Вообще такой совет всем. Если у вас плохое настроение, не торгуйте. Не торгуйте, вот не торгуйте. Вот совсем не торгуйте. Возьмите велосипед, поедьте на улицу, покатайтесь. Но не торгуйте. И я не помню, чтобы у меня вот если вдруг там плохое настроение. Что-то устал, переутомился, там еще что-то. И была хорошая торговля. Честно, я этого не помню. Не было такого. И по другим трейдерам я тоже это знаю. То есть если плохое настроение, просто берешь, не торгуешь и все. Золото пробьет исторический максимум. Да блин, как нифиг делать. А почему нет? Почему золото не должно расти? Золото это надежный актив. И золото это то, что стоит денег и будет стоить денег. Поэтому кто-то говорит, что золото уже ни о чем. Что золото не является резервной валютой. Ну как не является резервной валютой? Если Россия, например, пополняет постоянно золотовалютный запас. И мы это прекрасно знаем. И это публикуется в СМИ. Ну значит российские экономисты дебилы. Ну раз золото не является резервной валютой. Зачем они покупают эти желтые железяки? Правильно? Также другие страны тоже пополняют золотовалютные запасы. Именно золото валютные. То есть и золото и валюту. Поэтому золото может расти. Я верю в то, что золото будет расти. Но я жду коррекции. На коррекции. Потом заход. И так всегда. В принципе то же самое я делаю по долларам. Но я не покупаю доллары. Я покупаю ETF, которые зависят от доллара. Потому что покупать просто доллары. Если, ну вот как было раньше. Когда взлетел доллар. По 80 стоил. По 80 с хвостиком. Люди купили. Потому что везде кричали, что доллар будет стоить 100. Кто-то кричит 200. Знаете, как на рынке. Кто больше? 300, 500, миллион. А по факту, представляете, оно раз и упало вниз. И люди после этого сидели сколько год. Сидели со своими долларами. И как бы ничего с этого не зарабатывали. А если, например, покупать не доллары. А покупать ETF на американские облигации. И сидеть с ними. Этот же год. То за этот год вы заработаете на американских облигациях. А по факту они также привязаны к стоимости доллара. И соответственно, если доллар поднимется. Поднимется, то вы потом дороже продадите ETF. Поэтому, ну тут, знаете, свои заморочки на самом деле. Их много. Их много в инвестициях. Их много. И поэтому в инвестициях часто, ну вообще в принципе необходимо составлять инвестиционный портфель. Где разные активы у вас, разного риска. Очень много заморочек. Как сделать портфель безрисковым. Потому что если что-то растет, то что-то падает. Если что-то падает, то что-то растет. И поэтому таким образом, в принципе, и балансируется портфель. Так, ну я так понимаю, вопросов больше нет. Я вам желаю прибыльной торговой недели. До новых вебинаров. Да прибудет с нами профит. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова